Национальное агентство по туризму и управление спорту и туризму Гомельского облавы Канкама запросили у Полески Державный радиационно-экологичный заповедник представников белорусских туристичных фирм. Мета проведенного инфатура – развитие внутреннего туризма на территориях, которые потерпели у вынеку Чарнобыльской катастрофы. Разом с удельниками тура в зону отчужения накировались и наши корреспонденты. Надпис «Тут починается 30-ти километровая зона отчужения и колючий дрот». До Чарнобыльской катастрофы на территории существенного Полесского радиационно-экологичного заповедника проживало больше, чем 20 тысяч человек. Зараз об тих часах нагадывают 96 отселенных вёсок. Туристов сюда возят уже несколько годов, але этот вид туризма можно сделать больше массовым. За два года осуществления туризма в зону завез иностранцев из 20 стран. Туристов в самой Дальней Австралии, Китай, Индонезия. В основном, по количеству, больше всех приезжают иностранцев из Польши, Литва, Чехия, Германия. Интересуют в основном это Урбекс. Туристы, люди, интересующиеся заброшками и последствиями аварии на ЧАЭС. Аматеры экстриму у покинутых домах саправды могут убачить шмат цикавого. Правда, ничего саправды каштонного тут нема. Пусут, дитячие ляльки, газеты 1986 года. У былой вёсцы Дроньки захаваўся будынок школы с партами и портфелями. Людям обіцалі, што ианы вернутся праз некалькі месяців. А таму сабоў ўбрали толькі самая необходная. Хоць запавіднік – это не толькі пакінутые дамы, але і навуковаўа работа. У 96-м сюды з Беловежской пушшы завезли 16 зубров. Тепер их каля 170. Жывёл никто не контролюя, іаны свабодно перемешаюцца па ўсёй тэрыторіі. А таму сустреціх можна не толькі ў гадавальніку пачас кормлення, але і ў любым месцы. Для людей небезпекі іаны не уявляють. Даже, якщо це якісь старі самці, такі мощні, вони всё равно никакой агресії нікола не проявляли. Я встречался десятки раз. Ні разу не встречал случаев, щоб мені показалось, що є агресивне поведення. Они или спокійно отходять, или убегають просто. Чаще убегають просто. С громким шумом таким прям по лесу, как будто зеревя падають. У Поліцьким зержавным радіаційно-экологічным заповедніку пропануюць негалькі видів екскурсій. Інформаційно-экологічні, освітніскі, навуково-пазнавальні. Правда, за пандемію коронавірусу сё літа тут побывалі толькі крыху більш як 300 туристов. Гэта значно меншу поравнанні з минулым годом. Але спеціалісты не выключаюць, што пасля нормалізація эпидемичной ситуацій зона отчуження може стась просягальный для айчынных і замежных туристов. Паскільки цей маршрут особний і він інтересний з точки зрення научного туризма, образовательного туризма і даже ностальгічного туризма, тому що, естественно, ряд судеб наших соотечественників зв'язаний з цією історією Чернобыля, історією трагедії.